здравствуйте друзья сегодня приехали в населенный пункт чикон он находится примерно в 10 8 километрах от станицы гостагаевской место видовое то есть смотрите внимательно то есть поля красивые гор нет если такие сопки тут очень много сельхозземель то есть пахнет естественно соответствующее зачем мы сюда приехали мы сделаем небольшой краткий обзор населенного пункта то есть многие думают что чикон это не нечто маленькое такое неказистое ну тем не менее здесь есть и клуб и школы и поликлиника и больнички и садик больницы нет только поликлиника и здесь мы в чиконе строим два дома 110 серии они уже на подходе строим их из керамзитового блока утепляем пенопластом естественно есть центральный водопровод так вот здесь у нас будет прибор учета на холодную воду в принципе он уже установлен только не подключен здесь как и в гостагаевской септик такой же на 8 кубических метров сейчас давайте пройдем сам дом покажу как там заливается полы потому что сейчас как раз идет процесс заливки полов вот обратите внимание здесь будет теплый пол то есть вот кому было интересно как он укладывается на дамом на данном объекте можно посмотреть то есть теплый пол укладывается вот такими трубками все это заводится к котлу отопления он есть в прихожей как я уже ранее говорил в ванной комнате и вот здесь вот давайте посмотрим вот в кухонной зоне как 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 видите укладка идет аккуратненько несколько несколькими контурами то есть можно будет плавно регулировать температуру комфортную так давайте теперь посмотрим как делается стяжка ну в принципе видно да то есть заливается бетон сейчас как раз этот процесс и идет мы приехали снимать и работе сейчас пошли на перекур чтобы нам не мешать чтобы не шуметь так что тут еще интересного а в этих домах будет отдельная котельная я такую котельную вам уже показывал в гостагаевской на улице ой на переулке казачьем 11 д ну вот такая котельная сейчас в соседнем доме мы ее сможем посмотреть уже с дверьми в эту котельную будут выходить со коммуникации то есть как видите сюда выходят коммуникации с теплого пола и здесь же будет висеть котел котел отопления водогрейка то есть вот такая бойлерная котельная как ее назвать ну в общем она уже будет вне дома многих пугает что котел в доме не знаю чем это связано они совершенно безопасны но тем не менее кого пугает пожалуйста дом 110 серии проект можно посмотреть на сайте то есть абсолютно стандартный проект не считая вот этой котельной что могу я о нем еще сказать ну как обычно на втором этаже две спальных комнаты санузел на пейд на первом этаже одна спальня кухня гостиная санузел и прихожая участок здесь два участка они будут по пять соток земли видите забор уже есть да то есть участки небольшие компактные давайте спустимся пройдемся посмотрим что они себя представляют тут еще кажется какие-то растения есть а вот они они здесь у нас есть слива слива уже совершенно спелая вру еще не спел и просто так смотрятся ну ничего скоро скоро уже буквально недельки две так какие то тут еще растения есть смородину вижу красную и больше пока ничего не вижу так а нет вот еще тут смотрите тут что-то у нас что же такое абрикос что ли не пойму так мне подсказывают персик это персик бархатистый но еще жесткий жесткий он там еще есть много в принципе для такого небольшого дерева уже достаточно так что еще что еще забыл сказать давайте пройдемте в другой дом посмотрим его вот здесь идет дом вот такой же он из керамзитового блока построен потом идет утеплитель из пенопласта все пропенено аккуратненько чтобы мостиков холода не оставалось и все за креплена аккуратненько чтобы не срывалась потом далее многие спрашивают как штукатурку устроена далее штукатурная сеть сетка клеится и на нее идет уже слой штукатурки и потом декоративная штукатурка под краед все это красиво красится то есть вот такая вот получается стена так дальше по деньгам сам самое главное зачем мы приехали в чекон дома здесь несколько дешевле потому что населенный пункт по стоимости земельным участков несколько бюджет не получается здесь земля недорогая и получается что домики в отличие от гостагаевска где они стоят примерно 3 800 здесь такой можно будет купить за 3 400 за 3 500 давайте на крышу внимание обратим развернем камеру и посмотрим как делает делается крыши как козырек то есть принципе очень даже аккуратненько а вот еще давайте на забор внимание посмотрим здесь вот такой сделали забор то есть обычно мы по периметру огораживаем сеткой рябицы просто на железные колу колышки здесь маленько поинтереснее сделали то есть он смотрится более презентабельно и когда это все обрастет еще травкой какой-нибудь и ну например вьющемся виноградом чем чем-то таким это буквально на второй год уже случится это будет абсолютно красивая зеленая стена по фасаду будет как и обычно забор с бетонным основанием с нормальным фундаментом забор будет из металлопрофиля кованые калитка ворота будут с коваными элементами как и в гостагаевской давайте выйдем на дорогу посмотрим что там у нас с фасада творится как они смотрятся с дороги и на саму дорогу внимание обратим а еще забыл сказать про электричество про электричество многие спрашивают какое электричество насколько она надежная здесь идет здесь идет у нас 380 вольт 15 киловатт подключен нет не туда внимание смотрите это 10000 киловатт да вот все вот сюда здесь 380 вольт подключена и вот если посмотреть другую сторону там видно подстанцию то есть ты пешка стоит абсолютно новое то есть напряжением здесь ноль проблем совершенно напор воды здесь тоже отличный то есть вообще чем этот население населенный пункт хороший здесь касать в связи с тем что население немного здесь с коммуникациями проблем нет вообще в принципе нет проблем то есть все с избытком то есть подстанция она на большую мощность рассчитана чем сейчас потребители могут взять по воде то же самое так то еще хочу сказать давайте наверное потом еще сделаем обзор самого населенного пункта пункта вообще вот эти дома находится в центре чекона вот если сейчас в ту сторону посмотреть мы увидим клуб это местный клуб напротив клуба с нашей стороны дороги есть магазинчик ну то есть вся инфраструктура буквально под боком что в чеконе еще есть 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 школа есть садик есть поликлиника есть а давайте сейчас проедем и все это маленечко так посмотрим вообще чего на себя представляет потому что говорит говорить одно а увидеть совершенно другое мы пришли в центр давайте посмотрим что здесь есть ну как я вижу есть памятник в честь дня великой победы и ну не знаю этот центр не центр я сейчас еще у местных поспрашиваю вижу клуб вижу магазин сейчас подойдем клубу и посмотрим что он из себя представляет и клуб ли это вообще первомайская централизованная клубная система муниципального образования город курорт она под дом культуры хутор чекон можете как-то рассказать где тут люди развлекаются вообще как тут жить какая тут инфраструктура есть может быть тут ну знаю есть школа садик поликлиника есть а что тут еще есть интересного как сюда можно людей завлечь например кто хочет переехать то место это рассматривает место расположение хорошего по инфраструктуре желательно чтобы молодежи было побольше работают праздники проводятся очень замечательно в этом году пообещали заведенный зал порядок кстати сегодня они там а сегодня праздник 4 часа дети собираются я вижу что это заходит все праздники всевозможные у нас регулярно хорошо проходят отмечать причем все 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 и масленицы и всякие такие вот даже народные ну так хозяин нужен еще ну в любом случае в анапском районе я слышал казачество клубы хорошо работают то есть тут казачье общество прям местное есть да патруль какой-то или что имейте ввиду то есть курень курень по возможности помогают там покосить убрать что-то немножко порядочек навести по необходимости стадион рабочий приезжают к нам команды из района а где школа да где школа а вот кстати в той стороне да мы потом туда еще проедем посмотрим а что можете рассказать про садики тут очередь глобальная такая как городе то есть садик можно прицепить без проблем нет есть небольшая очередь но дальше быстро я слышал сюда из фадеева ездит до получается значит места есть а с транспортом то есть принципе если сюда переезжать здесь какие-то минусы есть по сравнению например с гастагаевской или с что там еще рядышком с цибанабалкой или ну вот не считая что тут до анапы в принципе подальше а какие-то другие это как бы само собой разумеется да что на определенное число километров ехать дольше какие-то другие нюансы есть о которых людям стоит знать я хорошо знаю работу я там работал вот недавно прекратил работу не чехол больше нравится в том плане да особенно кто родился тут имейте ввиду главы администрации нет местного есть у нас есть чехолские же они уже находится в юровке соседнем селе а здесь как говорится посмотрел да и поехал нам бы конечно что постоянно кто-то рядышком кто-то заботился постоянного человека чтобы пробивал какие-то деньги какие-то улучшения а школа нормальная школа очень она большая я кстати учитель в школе медалисты ездят и лям а вообще самознание очень хорошее у нас сейчас и медали свое время был то есть в принципе жить можно кончили морскую академию оба сына здесь учились в новороссийске или работает капитан вторую порту работает она хорошо спасибо сейчас еще у детишек спрошу что могут они рассказать по своему по детскому не хочешь значит у вас и рынок оживая да имею ввиду по недвижимости то есть и земельные участки вот продают а кстати я вот забыл спросить уже к вам ко вторым пришел население тут какое больше славянские не славянские как и сколько человек 3000 до 3000 потому что мне кто-то говорил 5 то есть под наврали да но это постоянных да ну тут же кто-то и допустим москвичи знаю не московск оставляют прописку то есть может быть вот такие варианты есть что как бы больше трех фактически реально но а юридически среду население есть езиды есть армяне есть естественно украинцы белорусы как бы это поменьше а в основном славянское население процентов наверное девяносто даже 10 процентов а насчет криминала мой зять участковый все тихо все спокойно то есть тут участковый свой есть да местный участковый смотрит за порядком все как бы нет криминала нет даже драку смотрю вообще раньше как-то приезжали по соседей там что-то молодежь там пыталась как-то отношения это как обычно как во всей другие как во всей другой россии да то есть да ну кстати я у сам гостагаевской живу как бы такого вот не замечаю потому что я переезжал из сибири там как бы это прям видно а здесь здесь незаметно да здесь можно где-то они какое-то особенное место у них есть в районе в нашу но я не вижу так ребята вы что-нибудь расскажете школу вы ходите в садик школу мы с ним школ школа нравится там какие-то спортивные секции есть ну то есть это общая клубная система вот что в гостагаевской что здесь то есть вот я по школе у нас бокс шашки шахматы волейбол что еще у нас ребята там есть все да по моему спортивные есть творческие кружки хорошо учитесь наверное учительница ваша нет нет понятно ладно хорошо спасибо вам спасибо всего доброго мы подъехали к школе смотрите какое живописное место с той стороны видно взгорье здесь парк аллейка такая шикарная примут хочу по ней прогуляться посмотреть а кстати наверное я по ней прогуляюсь у меня есть пара вопросов от наших подписчиков от конкретного нашего подписчика надеюсь он себя узнает я сейчас потому парку буду гулять и на многие вопросы с того письма отвечу надеюсь человеку будет приятно давайте посмотрим школу школьный двор заберусь прочитаю чего там написано а может быть если повезет познакомимся поговорим с кем-нибудь из руководства возможно здесь кто-нибудь кто-нибудь есть здравствуйте школе кто-нибудь сейчас есть из руководство заучили директор пока только вы да а сегодня же суббота понятно ладненько мы тогда заходить